всем привет сегодня в обзоре индукционно-варочная плита ай плейд и сегодня мы проведем на ее сравнение с газовой плитой и разберемся почему она хороша для самого наварения и в целом ее плюсы в использовании и так основные достоинства этой плиты то что она выдерживает нагрузку до 50 килограмм видите здесь даже на коробочке нарисован сам самогонный аппарат мощность 2 киловатта таймер на 24 часа и что самое главное для самого наварения шаг мощности выставляется 100 ватт это очень удобно при тонкой настройки во время отбора голов ну и в целом при работе на этой плите также с плитой идет вот такая инструкция небольшая простенькая брошюрка где описаны ее основные функции уход за ней работа а также некоторые ошибки которые могут возникнуть при работе на этой плите да то есть что вызывает эти причины и решение одна из частых причин это ошибка е0 это когда у вас на плите находится посуда не предназначенная для работе на индукционной плите то есть посуду нужно заменить на этой плите как пишет производитель не подходит посуда из меди алюминия и стекла а вот чугунная эмалированная и специальная посуда для индукционных плит подходит в конце книжечки находится гарантийный талон гарантия производителя на плитку составляет три года что также является хорошим плюсом кстати плита произведена в 2020 году сама по себе плита не греется нагревается лишь только поверхность посуды а от посуду уже нагревается может нагреваться сама поверхность плиты на обратной стороне плиты находится отверстие для забора воздуха тут работает вентилятор также имеется боковые отверстия для выхода воздуха и сзади тоже давайте посмотрим что здесь написал на задней стороне на наклейке производитель указана мощность до модель и заводской номер также шнур питания достаточно длинный около двух метров маленький приятный плюс то есть производитель не поскупился на таком элементе плитки да потому что некоторые производители делают очень короткие провода около полметра так что же здесь имеется кнопка блокировки то есть когда вы выставили какой-то мощности или температурный режим вы можете ее нажать и у вас случайно не нажмется ни одна клавиш на чтобы подключить блокировку нужно нажать и держать эту клавишу все клавиши сенсорное таймер отключения выставляется плюсами и минусами блокировки на индикация здесь светодиод загорается таймер здесь температура и мощность соответственно здесь по светодиодику забирается. Плюсами и минусами накидывается тот или иной режим. В режим выбирается кнопочка выбора. Давайте включим ее в сеть. Сейчас она включена в сеть, но выключена. Для того, чтобы плитка заработала, нужно естественно поставить какую-то посуду. То есть сейчас, если я включу плюсик, она ничего не произойдет. Давайте сейчас сделаем небольшой тест во время обзора. Скипятим одинаковое количество воды в одинаковой кастрюльке на индукционной плите и на газовой комфорте. Засечем это время и увидим насколько производительнее индукционная плита, насколько она быстрее и мощнее по сравнению с газовой плитой. Насколько выше ее КПД. Я набрал 1 литр холодной воды и залью сейчас в кастрюлю и вскипячу. Ставим на поверхность и включаем. Итак, вода закипела менее чем за 4 минуты. Теперь проведем такой же тест на обычный средний газовый комфорт. Субтитры сделал DimaTorzok Вода наконец-то закипела и этот процесс занял более 13 минут. 13 с половиной минут. Давайте теперь проверим сколько же по времени займет этот процесс на самой большой комфорте. А на этой комфорте вода закипела примерно за 9 минут. Ну вот мы с вами оценили насколько эта плита производительнее газовой плиты. Насколько она функциональна, удобна и вообще необходима для самогонаварения или в хозяйстве. У меня на этом все. Всем спасибо, подписывайтесь, ставьте лайки, всем удачи и пока!